Золотан и Стефан Сабовы долго планировали свою поездку в Башкортостан. Двоюродных братьев интересовали вовсе не природа или достопримечательности, а места захоронений и кладбища. В далеком 48-м году оба деда приезжих венгров были арестованы за антисоветскую пропаганду и отправлены сюда в лагерь. Один дедушка вернулся, другой, Калман Сабов, был похоронен в Салавате. Вот только точного места захоронения никто не знает. Получил справку, что да, есть такой человек Сабов Калман Карлович, осужден по статье 54, дробь 10, уголовного кодекса УССР. К 60 годам лишения свободы умер 6 января 54 года в Хакаслаге, город Ишибай. Паралича сердечной деятельности. Захоронение произведено на кладбище строительства 18 в могиле номер 35Л. Сохранилось немногое. Несколько фотографий, письмо домой, справка о захоронении и справка о том, что дед все же был реабилитирован. И еще воспоминания. Например, один из братьев помнит арест деда. Стефану тогда было 9 лет. Поиски могилы деда братья начали с большой подготовительной работы. Разместили объявление в соцсетях, получили немало откликов и решили, нужно ехать. Буквально за пару дней братья посетили более 10 мест предполагаемого захоронения. Побывали на Таратау, Вашимбае, в некоторых окрестных деревнях. Помогали неравнодушные салаватцы. Посетили очень много кладбищ, поговорили с многими людьми, свидетелями этих событий. И у нас сложилось такое общее впечатление, что конкретно мы не сможем найти место захоронения, поскольку заключенным не ставили ограды, не ставили памятники. Заключенных, которые отсидели, они оставались в Салавате, заводили семьи и жили здесь. Может быть, они услышат их и чем-то помогут. Любая информация для них очень важна. Может, о них рассказывали родители. Вот на это мы надеемся. И, может быть, знают, где хоронили заключенных. Он ведь не пленный был, он был советский гражданин, заключенный, осужденный за антисоветскую агитацию, который впоследствии был уже реабилитирован. Мы почти знали, что это невозможно найти. Пока человека не похоронишь, не успокоишься. А для нас найти или даже побывать здесь, это похоронить. После этого я скажу, что да. Если бы нашли бы, тогда мы повезли бы его назад к могиле бабушки. Для братьев было важно побывать в этих местах, хотя конкретного места захоронения так и не удалось найти. Но и сейчас поиски продолжаются. Золтан и Стефан не теряют надежды. Может быть, есть люди, которые еще что-то помнят. И они просят всех тех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в поисковый отряд Тулпар или позвонить по указанному на экране телефону.